Совсем недавно я обнаружила в себе любовь к скраббукингу и начала вести дневник. В этом видео я расскажу вам про свое увлечение и мы даже вместе оформим одну из страничек моего дневника. Знакомьтесь, это розовое чудо и есть мой дневник. Это блокнот фирмы Leichturm и немного предыстории. Он изначально был реквизитом на фотосъемки для Maybelline, но когда все увидели, как он мне понравился, решили мне его подарить. А в этой волшебной коробке лежат все мои принадлежности для скраббукинга. Но давайте я подробно расскажу вам о том, что в ней и где это купить ближе к концу видео, специально для тех, кому интересно именно это. Все, хватит предисловий. Давайте начинать думать, о чем будет запись в дневнике и какие фото мы будем печатать. Мое главное правило – выбирать только те события, которые меня сильно порадовали. Например, вот фотка, когда в Москве выпало аномальное количество снега и сугробы были выше меня ростом. Или фото интересной книги, которые мне подарил папа. Цитата, которая мне понравилась. И фламинго, которых можно использовать как декорации. Поскольку клей-штука серьезная, мы не можем позволить себе ошибиться. И для этого я сделала себе трафареты. Они нужны для того, чтобы решить, какое фото печатать какого размера и как их потом расположить на странице. Ну а теперь пришло время эти фото отредактировать. Эти же трафареты у меня есть в цифровом виде. Я форматирую фото под нужный мне размер. Теперь вы понимаете, как это работает? Какие-то фотки нужно сделать ярче, где-то добавить насыщенности. А вот фламинго, например, вообще нужно вырезать с фона. Им давно пора покинуть стаю. Ну все, теперь можно смело отправлять наше фото в печать. Спорим, я сейчас вырежу все эти картинки за 5 секунд как суперчеловек? Ох, чудеса монтажа. Я чуть не забыла о самом главном. Нужно же сделать запись в дневнике. Так что я пойду сейчас писать свои секреты на этой странице. И ничего вам потом не скажу. Берем от жизни все принадлежности, которые нам нужны, и начинаем творить. Помните то фото с сугробом? Так вот, я решила сделать из него калаш. Рядом мои собаки, играющие в снегу. И мы обязательно что-нибудь на этой фотке напишем. В середину я решила приклеить свою физиономию, потому что я хочу позже ее разрисовать. В дневнике я написала про то, что записала кавер. Соответственно, мне нужен был микрофон. Я просто вырезала его с другой фотки и приклеила сюда. Справа от себя я клею розовые картонные коробки, которые я собрала сама и очень этим горжусь. Потому что это было не так уж и легко. Фламинго подходит по цвету к коробкам. Так что тут все ясно. Ну а из книги, подаренной папой, я решила вклеить и обложку, и страницы из книги, и даже цитату. Получилась милая миниатюра. Ну и последний фламинго так сбоку, типа за компанию. Жалко его одного оставлять. Для почетного места рядом с книгой я выбрала объемную наклейку, на которой написано «Папа, я тебя люблю». Разноцветные ручки в студии, сейчас мы будем меня разрисовывать. В первую очередь мне почему-то так захотелось нарисовать себе усы. Просто первое, что приходит в голову, когда видишь красивую фотку – О, точно, надо ее испортить. Усы. Ну а дальше пошли реснички, и уже понеслось. Нотки из микрофона, рожки. Но чтоб я была уж не совсем ужасной и коварной, добавила сердечки. Все, ладно, Саша, все, хватит, остановись. Но еще у меня на шее оказалась цепь, как у рэпера. Поющая гэнгста Саша с усами. Я довольна, двигаемся дальше. Теперь в ход идет голубая ручка. Я подумала, нужно написать высоту сугроба. Прикинула так, если мой рост где-то 160, а сугроб немного ниже меня, значит он где-то метр сорок. Ну а Дасти с Кетчер обожают снег, поэтому я решила нарисовать им пузырь с мыслями, в котором написано «Уи!» Типа они очень рады. Знаете, чаще всего я пишу подписи к картинкам именно на английском. Не знаю почему. Наверное, английский сленг выглядит как-то более живо. Видите вот эту милую коалу? Да, да, я знаю, вы сразу заметили. Мне захотелось наклеить ее себе на волосы, как будто бы она ползет у меня по волосам. Я, кстати, очень люблю коалу. Они нереально милые. Фламинго, не волнуйся, я про тебя не забыла. Мне нужно как-то заполнить пустое место рядом с тобой. Поэтому я наклею бантик, пожалуй. И ты у нас будешь очень добрый, но слегка туповат. Ты сначала скажешь «Ууу, мне нравится эта книжка», а потом «Ну я не умею читать». Ну а сама книга требовала яркой рамки вокруг себя. И я согласилась. Фух, ну вот и все. Кажется, на странице не осталось пустого места. И можно с уверенностью сказать, что мы закончили. Мне кажется, наша с вами страничка получилась очень веселой. И через пару лет я буду пересматривать этот дневник, увижу эту страничку и вспомню о том, как снимала это видео. А теперь, как и обещала, расскажу вам про вещи, которые советую для скрабукинга, и где все это купить. Большинство реально милых вещей, как бумага с принтами, наклейки, эмоджи, конверты с принтом космоса, пришлось заказывать из магазинов за пределами Москвы. Соответственно, и оплачивать покупки пришлось весьма необычным способом. Картой. Картой я, кстати, пользуюсь относительно недавно, и я всегда думала, что оформить ее очень сложно. Но оказывается, ее можно было оформить онлайн, и аж с 14 лет, а стоит она всего 150 рублей в год. Меньше, чем кофе в кафе. Картой очень удобно оплачивать онлайн заказы и платить в магазинах, потому что не нужно возиться с купюрами. И еще прикольно то, что с каждой покупки молодежной карты Сбербанка на твой бонусный счет спасибо начисляется до 10% от стоимости чека. И эти баллы потом можно тратить. Ну а для тех, кому интересно, Сбербанк устроил конкурс «Марафон бонусов», в котором можно выиграть классные призы. Так что приглашаю вас поучаствовать. Ссылка будет в описании. За красивыми наклейками и декоративными скотчами предупреждаю, придется охотиться, но я нашла их в хобби гипермаркете. Черные шарпи и белые перманентные маркеры я купила в Республике, ну а ручки в обычном книжном. Очень советую купить белую ручку, потому что ей можно писать на черных поверхностях. Еще один совет. Если у тебя остаются билеты или буклетики после мероприятий, оставляй их. Их можно использовать для скрабукинга. Еще можно использовать ленточки для рамочек к фото, например. Такие часто можно найти в цветочных магазинах или иногда даже в Аби. Бумагу необычных цветов можно использовать как базу по тексту или те же фотографии. Необычные цвета бумаги можно тоже найти в хобби гипермаркете. Ну а всякие крутые фотокарточки и наклейки не бойся искать в интернете. Я просто набрала в гугл милые канцтовары и заказывала из магазинов, которые мне понравились. Кажется, это все. Рассказала вам все, что хотела. И до скорой встречи. Пока!